Меня зовут Наталья, я приехала из Москвы, Москва-Подмосковье. Мы проживаем, стараемся в сельском месте, в деревне, в природе, в единении с ней. Я уже в прошлых отзывах, наверное, рассказывала об этом, потому что это происходило так вот по кругу, по кругу, приближаясь к ней все ближе и ближе, и чувствуя ее как именно своего мастера, как человека, которому хочется доверять. И откликается, знаете, когда душа откликается, вот от ума трудно это объяснить. Почему именно Алтай и Светлана? Потому что это уже моя четвертая, по-моему, поездка вместе со Светой в подобные процессы. И каждая новая встреча, она помогает мне познать себя еще глубже. Каждая новая встреча, я себя капустой чувствую, каждый раз откидывается один новый лист, и я все ближе-ближе к осознанию того, кто я, что я, чего я хочу, что я умею. Если говорить про первую встречу, это была, можно сказать, встреча знакомства с собой. Оказывается, можно так прожить много лет и только спустя эти годы встретиться с собой. Вторая встреча помогла проработать отношения. Следующее, выстроить более гармоничные отношения с семьей, родными, детьми, родителями. Как-то уже к социуму, скажем так, приблизиться в трансформациях. А встреча, ретрит на Алтае, он особенный, он необыкновенный. И Светлана, ее поле, и, конечно же, вот эти прекрасные места Алтая, горы. Какая-то, вероятно, энергетика все это обладает. И эта встреча прошла именно с таким более глубинным погружением в себя. Здесь меня почувствовала, как начали вспоминаться наши прошлые жизни, мои прошлые жизни. Намного интересного начинает становиться понятным. То, что отражается в этом воплощении из прошлых каких-то таких моментов. Ну и если говорить про еду, в прошлые ретриты я прям усиленно ела. А здесь я чувствую, что на половинке банана я могу провести весь день и подняться высоко в горы. И очень хорошо себя чувствую. Сон наполовину отвалился. Ну то есть прям такие вот процессы идут. Заметно прогресс заметен. И это не от ума, а именно вот просто в легкости. Поделись, пожалуйста, какими-то инсайтами, какие здесь с тобой произошли. Основной инсайт, наверное, был связан с тем, что когда я дышу, я есть тот воздух. Когда я в воде, я есть эта вода. Когда я живу, я есть это всё. И это было именно проживание такое внутреннее, глубинное. Именно здесь, когда ты становишься этим озером, а потом собираешься. И вот Света и Ирина, они сказали, что когда ты собираешься, ты всю вот эту силу, мудрость, знание, информацию из этого пространства выбираешь в себя. Вот это, пожалуй, самое такое главное проживание, глубоко эмоциональное, которое я вот здесь ощутила. Невероятно красивые места, они компенсируют все остальные недостатки. Как я говорю, нет плохой погоды, есть неправильная одежда. Вот, а здесь было великолепно. И действительно, даже вспоминая прошлый день, когда мы по горам, по камням, по траве, под дождём, под ливнем промокли, замёрзли, устали. Но я всё это почувствовала только когда мы вернулись уже в домик. Потому что ты идёшь в состоянии не тела, а в состоянии именно вот этого расширения пространства. И в чувство не тела возвращаешься только когда понимаешь, что, блин, а ноги-то точно есть, и они устали. Вот, поэтому какой-то элемент дискомфорта, конечно, он, наверное, для кого-то есть, но не для меня. Здесь идеально. Я бы хотела тебе предложить сейчас саккумулировать энергию этого места, этого дня, твою энергию, которая здесь сейчас с тобой, и послать самой себе той Наташей, которая, возможно, посмотрит это видео случайно на YouTube-канале через год или через полгода, что бы ты хотела сама себе пожелать, сказать, передать сквозь время, которого не существует из этого дня? Будь собой. Это самое прекрасное, что может с тобой произойти. Будь честной с собой, будь собой. Будь всем. Оно стоит того. Тот, кто хочет перемены, хочет познать истинного себя, того не нужно уговаривать. А те, кто ещё сомневается, продолжайте сомневаться, это тоже нормально. Всему своё время. Действительно, каждая новая встреча, то есть обязательно нужно ездить во все поездки, потому что каждая новая поездка, она новая глубина себя же помогает познать. До новых встреч!